Друзья, я вот сейчас расскажу вам, как возникают в нашей голове навязчивые, тревожные, а часто трагические мысли, которые морочат нам голову. Голову морочат. Они разрушают нашу вегетатику, которая нам портит жизнь, качество нашей жизни своими симптомами. Отсюда у нас головокружение, паника и так далее. Не буду всё это перечислять. Ведь вы вот это разнообразное воздействие нашего мира ощущаете нашими органами чувств. Вижу, слышу, нюхаю, пробую, трогаю. И вот эти органы чувств, собирая эту информацию, и через ретикулярную формацию передают нам мозг. А где вот эта информация обрабатывается в неокортексе, и оттуда даются команды в наш организм. Ну вот на эту интерпретацию сенсорных сигналов сильно влияют наши нарративы. Ну, те повествования, которые нам вбили в голову с самого раннего детства, да и опыт человеческий, а динамические стереотипы, те привычки, которые свыше нам даны, как Пушкин говорил. Но самое главное, вы же знаете чётко, что не все сигналы вызывают сильные реакции. Большинство этих сигналов нейтральных. Вы даже не замечаете их. Ну, как вы не замечаете внешнее атмосферное давление. Многим людям ему пофигу. Вот этот столб давит, как Остап Бендер говорил, а вы его не замечаете. Незаметны постоянные сенсорные раздражители. Ну, говорят, принюхался и не замечаю. Где-то шумит и уже как-то не слышно. Но некоторые сенсорные сигналы могут вызвать такие сильные реакции вегетативной нервной системы. А отсюда выброс симптомов, каких-то эмоций. Это касается именно тех чувств, что играют защитную функцию. Страх, негодование, агрессия, паника, ну и так далее. И вот это эмоциональное реагирование на эти симптомы зависит от нашего эмоционального интеллекта. У меня есть тренинг на развитие эмоционального интеллекта. Это тогда, когда вы не по каждому пустяку плачете или не по каждому пустяку взрываетесь. Это очень важно в общении с другими людьми, да и для качества собственной жизни важно. Посмотрите мой тренинг на эмоциональный интеллект. И вот эти эмоции, которые возникают у нас за счет вот этих сигналов, они зависят от миндалевидного тела. Миндалевидное тело – это отдел лимбической системы мозга. Это вот такой небольшой отдел головного мозга, который находится в глубине подкорковой зоны височных долей больших полушарий, с одной и с другой стороны. Они симметрично расположены в височных долях обоих полушарий. И вот благодаря своей вот этой форме, которая по размеру, да и похожа на миндальный орех, их назвали миндалины. Ну а раз они относятся к лимбической системе мозга, а лимбическая система мозга – это вегетативная система, то они исполняют вот такие простейшие физиологические реакции. Ну элементарные эмоции. Страх, гнев, удовольствие, ярость, радость, ну и так далее. Старушка эволюция здорово постаралась над нами. И вот она нам привела, вот такую сделала прививку страха, заложила, прошила программу страха. А вот осторожность и опасение мы как раз и контролируем этими отделами, отделами этих миндалин. И они нас спасают в сложных, опасных ситуациях. И это нам позволяет выжить, добыть пищу, выходить из опасных ситуаций живыми. Услышав неожиданно громкий звук, мы вздрагиваем, наши мышцы сжимаются, сердце начинает чаще биться. Это самое примитивное чувство страха. И это чувство страха вызывает эмоцию, потребность бежать, спасаться или защищаться. Это очень важно, чтобы выжить, потому что у нас нету ни больших клыков, ни панциря. А вот это миндалевидное тело через эмоции и манипулирует нашим поведением, выбрасывает определенные стрессовые гормоны. Оно заведует этими чувствами, яростью, гневом, неким отвращением, ну на запах, например. И эти эмоции носят мотивационный характер. Они побуждают нас к действию, к действию драться, убегать, спасаться. И вот эти миндалевидные тела, ну, реагируют на такие сенсорные сигналы. Вкус противный, запах, громкий звук, яркий свет. Ну, одним словом, все, что связано с защитной реакцией. Эти миндалины, как два стражевых пса, которые берегут нас от опасности. Но если эти псы не подчиняются нам, то они могут нас загрызть. Конечно, хорошо, когда они нам помогают преодолеть реальную опасность, спасти собственную жизнь, убежать от кого-то. Но как часто у мнительных, у тревожных людей в неокортексе созданы такие нарративы, сказки, такие повествования, которые страшнее блокбастеров голливудских фильмов. Да потом еще наработались динамические стереотипы, как у собаки Павлова, определенное поведение на определенную реакцию. И вот впустую растрачивается вегетативная нервная система, зашкаливают симптомы. Страх есть? А опасность фантомная, выдуманная в этом блокбастере нарративов. И вот тут это есть некоторая особенность, которая играет с нами злую шутку. Вот это миндалевидное тело связано с гиппокамом. А гиппокамом вырабатывает новые нейроны, и он отвечает за сохранение в памяти значимых для человека образов. Но когда вы хотите что-то запомнить, если эмоционально вы это закрепляете, то тогда у вас в памяти сенсорные образы данной ситуации закрепляются жестко и надолго. Конечно, хорошо, с одной стороны, мы влюбились в образ и эмоции, гиппокам, забили нам это в память как шаблон. С другой стороны, мы в детстве потрогали горячий утюг и боимся утюга. Тоже забили в память, тоже хорошо. Мы смотрим с высоты, не прыгаем с 20 этажа. Хорошо, когда забили шаблон ситуации, где опасно, и гиппокам это в долгосрочную память перевел. Но вот вы встречаетесь с ситуацией, где опасности нет, а вот у вас, у вас эти сенсорные сигналы вскрывают в памяти уже окрашенные эмоциональные образы. Ну, например, вы слышали или где-то видели, или кто-то сказал, лифты падают, когда он там трясется. Самолеты, хрен знает что, не буду вас запугивать. И вы увидели лифт, страх, закрепление, как говорится, уноси готовенького, кто на новенького. И вот этот страх через ваше воображение создает эмоцию, и наши псы сторожевые создают нам такие эмоции. А эти эмоции выбрасывают адреналин, норадреналин, кортизол, вегетатика трясется, голова распухает, сердце бьется. И вот таким образом формируется у нас не только паника, но и катастрофическое мышление. А это первый шаг к навязчивым мыслям. Особенно у тех людей, которые мнительны, у которых с эмоциональным интеллектом не все устаканилось. Вот почему я вам предлагаю файл на эмоциональный интеллект. 400 рублей, но там работы на целый месяц минимум. Там определенный алгоритм с упражнениями, видео с рекомендациями. Тренируйте свой эмоциональный интеллект. Вот здесь он очень важен, чтобы не развивались эти навязчивые мысли. Потому что что такое эмоция? Это сигнал к действию. Он запускает этот сигнал, определенную поведенческую реакцию. А это сопровождается возбуждением вегетативной нервной системы. А отсюда определенные симптомы. Хорошо, когда эти симптомы вас ведут к какой-то радости. А когда у вас головокружение, сердцебиение, страх умереть. И вот в этом эти ваши эмоциональные действия направлены на то, чтобы избежать опасности. И вы тогда эти опасности фантомные, вы не можете занять достойное место в социуме, направить свой организм, все силы организма на активацию жизненных функций. Действительно, адреналин, который выбрасывается в это время, он заставляет энергичнее работать сердце. Гнать кровь по сосудам и мышцам. Отсюда повышенное давление. Нужно снабжать мышцы, мозг кислородом, учащенное дыхание. Эта вегетатика работает тогда, когда есть страх. И когда вы преодолеваете что-то, вы вот эти ресурсы растрачиваете на бег, убегание, борьбу и так далее. А если эти опасности фантомные, а ведь нашему мозгу без разницы, фантомная опасность, реальная опасность, он дрочится на картинке. И вот тогда у вас в голове, в мыслях сидит фантом страха. Вегетативная нервная система выдает нам по полной симптоматику, как при опасности. Мозг командует, нужна соответствующая реакция, как на реальную опасность. Симптомы зашкаливают, у вас черт знает что происходит в организме. Интересна одна такая особенность. Реакция разных людей на опасность разная. Одни возбуждаются. Какая опасность, особенно когда она реальная? Я возбуждаюсь, краснею, уши аж горят. А другие, как кролики перед удавом, замирают. Вот Гай Юлий Цезарь набирал солдата, это я еще в пятом классе прочитал по истории. Свою гвардию так. Он брал соискателя, били ему в морду. Если его лицо краснело, то брали. Считали, что этот солдат агрессивен. Ну, я тоже агрессивен. Вилка со стола, восемь дырок, два удара. А другой человек бледнел. Трус. Это реакция вегетативной нервной системы. Мы поговорим про реакцию вегетативной нервной системы. И у нас есть тренинг на тренировку вегетативной нервной системы, чтобы вы могли ею хоть чуть-чуть управлять. Но мы с вами говорили про миндалины. Вот про эти два пса, которые имеют серьезное влияние на работу нашего организма. Они, конечно, не участвуют в работе высшей психической деятельности. Как говорится, за математику не отвечают, не отвечают за вождение автомобиля. Но внутри эмоционального стресса они захватывают организм. Когда нет эмоционального стресса, они не влияют на мышление. Они включаются, эти псы, только тогда, когда опасность, депрессия, тревожность. И тогда вот в этом состоянии тревожности, депрессии, эти миндалины, эти псы полностью потопчутся на нервах ваших нервах. Полностью разрушат ваш вот этот симпатодреналиновый атаку. Вот такая штука с этими миндалинами. Вы посмотрите, про миндалины я много говорю. И, например, если разрушить эти миндалины, человек перестает испытывать страх и агрессию. Ну и потерять страх тоже опасно. Будешь каждый раз с 20 этажа прыгать. Правда, один раз хватит. Вот. Ну, это не будет влиять ни на ваше мышление, ни на социальное взаимодействие. Но они еще что отвечают? За распознавание лиц собеседников, за запахи. То есть они некоторую осторожность. Если псы укращены, то они сторожат вас. Поэтому их вырезать оттуда не стоит. Более того, они различаются по гендерному значению мужчин и женщин. Ну и что еще интересно? Влияют на сексуальную ориентацию. И они там формируются на 7-8 неделе у плода. И вот там вот сексуальная ориентация. Там кое-что происходит генетическое. Но это опять в других роликах. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Много чего интересного узнаете. Там 3000 роликов. На связи. Обращайтесь ко мне по скайпу. Я вам много чего подскажу. И вам это будет полезно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!